Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Новости последних дней поведали нам о многом, например о новой шине, которая скорее всего будет использоваться в видеокартах RX 6000. Компания Nvidia тем временем рассказала насколько огромный будет дефицит новых видеокарт и представила миру новые видеокарты на архитектуре Ampere. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам в этом видео, ну а перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А я хочу начать с грандиозного события. Сегодня, 6 октября, компания SK Hynix представила первую в мире оперативную память следующего поколения DDR5 DRAM. Анонсированные изделия оптимизированы для приложений искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. По сравнению с памятью предыдущего поколения улучшены абсолютно все ключевые характеристики. Новая память SK Hynix обеспечивает скорость передачи данных от 4800 до 5600 Мбитс на контакт, что в 1,8 раза превышает базовые показатели памяти DDR4. При этом напряжение питания уменьшено с 1,2 до 1,1 Вольта, что повышает энергетическую эффективность. Реализована также поддержка коррекции ошибок ЕЦЦ. Утверждается, что по сравнению с памятью предыдущего поколения надежность работы приложений возрастет в 20 раз, а емкость модулей оперативной памяти SK Hynix DDR5 DRAM может достигать 256 ГБ при использовании технологий производства TSV. По началу DDR5 DRAM будет проникать в серверный сегмент, а уже со временем доберется и до настольных компьютеров. Ну а на днях в базе данных теста CSoftware Asandra были обнаружены результаты проверки производительности графической системы Iris Xe Max в составе неизвестного устройства. По всем имеющимся слухам встроенную графику Iris Xe Max могут получить высокопроизводительные мобильные процессоры из пока еще не анонсированной серии Tiger Lake Ash. По данным CSoftware Asandra, Iris Xe Max в неизвестном воплощении была оснащена 768 потоковыми процессорами в составе 96 исполнительных блоков, который дополнил 1 МБ кэш памяти второго уровня. Сам же графический процессор работал на частоте 1,55 ГГц. Сравнить такой результат можно только с такими же голыми цифрами бенчмарка. Таким образом можно сказать, что Iris Xe Max будет производительнее, чем GTX 1050 Ti, а нынешнюю 630 встроенную графику она попросту должна уничтожить. А так как уже известно, что AMD в ближайшее время не будет выпускать встроенную графику на RDNA 2, то смело можно предположить, что Intel заберет себе первенство в этой отрасли с выходом видеокарты Xe. А красный гигант на дях зарегистрировал торговую марку Infinity Cache. Новая технология AMD созвучна с Infinity Fabric, которая является специальной шиной и используется в процессорах AMD Ryzen. Ожидается, что Infinity Cache может стать технологией для будущих видеокарт AMD Radeon. По всем имеющимся данным, по крайней мере топовые Radeon RX 6000 будут иметь специальный кэш, подключенный к подсистеме памяти. И это вполне логично, ведь топовой Big Navi приписывают относительно скромную шину в 256 бит с 16 гигабайтным буфером GDDR6. В таком случае Infinity Cache будет сглаживать пропускную способность. Но до сих пор неизвестно, как будет работать эта технология. Тем временем в сети появилось первое изображение кристалла топовой видеокарты RX 6000. Размытый снимок показывает корпус микросхемы с большим прямоугольным кристаллом в центре, площадь которого составляет 536 мм квадратных при размерах 29 на 18,5 мм. По слухам, в чипе используется 80 вычислительных блоков на основе графической архитектуры RDNA 2, а четверть из них отведена на нужды трассировки лучей. Однако подтвердить данный снимок можно будет только через месяц, а вот лагерь зеленых все больше признает поражение в поставке видеокарт RTX 3000. И им пришлось даже отложить релиз GeForce RTX 3070 на пару недель, чтобы не допустить повторения истории с GeForce RTX 3080 и 3090. Однако полностью решить проблему спроса и предложения в этом году не удастся, о чем накануне рассказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Я считаю, что спрос будет опережать все наше предложение в течение года. Помните, что нас также ожидает двойной удар, это праздничный сезон. Еще до начала периода отпусков у нас все шло невероятно хорошо. А затем вы добавьте к этому фактору ампер. А затем прибавьте фактор ампер в рождественские праздники. Так что у нас будет действительно очень насыщенный сезон в четвертом квартале. Глава Nvidia также добавил, что не существует проблемы с предложением, а есть проблема необычайного спроса. Впрочем, здесь не могут поспорить зарубежные веб-издания, которые не раз сообщали о скудных поставках RTX 3080 и 3090 в розничные каналы. Ранее уже звучали прогнозы, что Nvidia не сможет решить описанную выше проблемы как минимум до начала 2021 года. Теперь же чипмейкер подтвердил это официально. Тем временем в рамках онлайн конференции DigitalGTC состоялся анонс двух 3D-ускорителей с архитектурой Nvidia Ampere. Ими стали RTX A6000 и A40. Обе новинки используют полноценный вариант 8-нм графического ядра GA102, знакомого по видеокартам GeForce RTX 3080 и 3090 и оснащаются 48-гигабайтным видеобуфером набранными чипами GDDR6. Модель RTX A6000 рассчитана на использование в рабочих станциях, т.к. A40 предназначена для серверов, о позиционировании устройств говорит их система охлаждения. В первом случае используется турбина, а во втором только радиатор, обдув которого будет осуществляться вентиляторами серверных стоек. Основой новинок выступает полноценный GPU GA102 с 10752 ядрами CUDA и 384-разрядным интерфейсом памяти. Видеобуфер представлен 48-ми гигабайтами GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц в случае RTX A6000 и 14,5 ГГц у A40. Оба ускорителя допускают работу в паре, для чего предусмотрен коннектор NVLink 3, а максимальное энергопотребление адаптеров составляет всего 300 Вт. Ну а цена на RTX 3090 действительно кажется завышенной для игровой карты. Тем более, что 24 ГБ вряд ли скоро можно будет полностью задействовать в играх. Или это всё-таки не так? Некий энтузиаст в Твиттере решил использовать этот 24-гигабайтный буфер для запуска игры Crysis 3, но необычным способом. Используя программу под названием GPU RAM Drive, энтузиаст создал виртуальный накопитель NTFS объемом 15 ГБ прямо в виде памяти GeForce RTX 3090, после чего установил на него Crysis 3. Оставшиеся 9 ГБ игра могла использовать в качестве привычной графической памяти, что достаточно для любого проекта по сегодняшним меркам. Сам же Crysis 3 загружался очень быстро, а производительность действительно была хороша. Учитывая, что Crysis 3 был запущен с очень высокими настройками в разрешении 4К. При этом общее использование видеопамяти едва достигло отметки в 20 ГБ. Это действительно интересно, ведь на сегодня видеопамять это самое быстрое хранилище данных в системе, которое превосходит производительность и ОЗУ и тем более SSD. Использование ее в качестве накопителя должно обеспечить потрясающее время загрузки игр, и теоретически это можно сделать с любой видеокартой, если игра помещается в буфер графического процессора. А производство графических процессоров NVIDIA GA104 уже в полном разгаре, что подтверждает фото с одной из фабрик. На представленных снимках видно, как 8-нм видеоядра GA104 проходят проверку на соответствие конфигурации GA104-300. Отбракованные же чипы скорее всего пойдут на более младшую видеокарту RTX 3060 Ti, но насколько много удастся выпустить чипов до конца октября покажет только старт продаж. Тем временем SSD объемом 250 ГБ умудрилась съесть всего одна игра. И как ни странно это все та же Call of Duty Modern Warfare. Один из пользователей опубликовал скриншот своей системы, где его твердотельный накопитель на 250 ГБ не смог вместить обновленную версию игры. Реального места на SSD было 232 ГБ и после выхода очередного патча ей стало мало места. На огромный размер Modern Warfare, куда входит сюжетная кампания, кооперативный режим Special Ops и Королевская битва Warzone, жалуются уже не в первый раз. Но теперь он стал причиной новой большой проблемы. Ведь у многих есть такие небольшие SSD для игр и системы. Ну а по сообщениям сетевых источников корпорация Microsoft в следующем году выпустит облегченную версию Windows 10, которая ориентирована на не слишком производительные ноутбуки и компьютеры, а также устройства с двумя экранами. Речь идет о Windows 10X, которая может появиться на традиционных ноутбуках с одним экраном и планшетах уже в первой половине 2021 года. Однако эта версия ОС не получит поддержку приложений Win32, но должна предложить переработанный пользовательский интерфейс, а также сможет обновляться в фоновом режиме. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто подписывается и ставит лайки. До скорых встреч друзья.